Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампыри, из Финляндии. Мы приехали с Кеюшкой в Сокос. Здесь вот такие 20% скидки. Я, конечно, это видео выложу позже. И почему хочу пройтись, посмотреть цены. Вот помните, я такие лекингсы мерила второго сорта. Там было грязное пятно на попе и всего 10 евро. Я побоялась их купить, а вдруг они не отстираются. И снимая Венансо в Пенкола, говорю, посмотрите, какие цены, ну просто радуют. И в Сокосе, конечно, скидка 20% маловато. Ну и здесь все по отделам. Здесь у нас макия вот такой. Ну, я думаю, что на пляж, наверное, может быть даже туника. Ну и народу просто руку некуда просунуть. Сейчас все покупают наряд на выпускной. Все понятно. И все-таки лен, вот такая красота. Да, если ты купишь очень красивое нарядное платье, ну куда в нем? Один раз ты сходил, и потом оно останется висеть в шкафу. Вот в таком платье можно пойти. Это фирма МОСМОС. И, как говорится, на праздник. И потом в нем ходить хоть, как говорится, куда. Да, 155 евро вот это шитье. Но коротковатое мне, конечно, будет. И, к сожалению, нету больших размеров. И вот такие праздничные наряды. Да, конечно, раз в жизни, если дети получают вот эту белую шапочку, вы, мать, мать, и хотите выглядеть вот так, что на фотографии самая красивая. Да, я все прекрасно понимаю. Но многие покупают на лето совсем другой наряд. И у меня есть обзор от фирмы Лассессор. Я показываю шапочки-шарфики. И посмотрите, какая красивая вот эта накидушка, шаронки. Конечно, кто умеет шить, вот купить даже каких-то два шарфа и шить их посередине, получится вот такое. Ну и Макс Пенсер, конечно, самая бюджетная, что было раньше. 49,95. Но сейчас, мне кажется, подорожало. И я помню этот магазин в Лондоне. Да, конечно, там хоть это валюта пункты, но все равно очень все бюджетно. И вот это понравилось мне, но, к сожалению, нет у моего размера. Посмотрите, какая красивая идея. Вот такая штучка, как бы сетка. Можно прикрыть декольте, если она большая, или украсить какую-нибудь кофточку. Нашла несколько вещей на примерку. 69,95, размер 46. Да, красивая вот эта ткань, такая сжатая. Оно и нравится мне, что вот этот фасончик, как люблю я. И я всегда выворачиваю на левую сторону, смотрю, что за материал. Да, стирать в 40 подчеркнуто, то есть может подсесть 99% катона. Здесь вот такая маленькая-маленькая-маленькая пуговица. Ну, я, наверное, вот так бы загнула, чтобы все-таки хоть какая-то шея появилась. Но, с другой стороны, пуговицу отрезать не надо. Да, и всегда можно застегнуть и под пуговку. Ну, платье оказалось, вернее, это, наверное, платье, но мне это туникой неплохо, неплохо. Вот это черно-белое все равно мое, но маловато вот в этом месте. И посмотрите, какой рукав. Во-первых, он мне короткий, а во-вторых, резинка впивается в мои руки просто караул. И короткая, то есть вот колени видны. Нет, конечно, это фасон точно не мой. Даже если где-то сидеть, нужно все время вот эту юбку отдергивать. Если бы я была помоложе и постройнее, да, может быть, но на свои ноги я не скажу, что это платье вот прям на меня. Даже если под платьишкой вот сидеть, чтобы были видны кружева, все равно я буду комплексовать и все время его отдергивать, чтобы закрыть свои колени. Нет, мне не нравится. А так, конечно, задумка хорошая. Вот 48 размер было бы самое то. Так, дальше я взяла вот такое платье санаторное. Три Вала на 59,95 у нас. Ну, да, вот так, если в общем посмотреть, платье неплохое. Здесь у нас моден Индия. Ну, это все понятно в Индии. Конечно, бюджетный шоппинг. Все шьется, отшивается там. Ну, и вот материал тоже в 40 стирать. Здесь модал. Ну, модал хороший материал. Вот такой нежный, нежный, нежный. 17% полиэстера. Ну, я считаю, что платье не мое. Вот в этом месте, в грудях, конечно, мне не вздохнуть, не выдохнуть. И, пожалуйста, народ, не пишите, что мне нужно утягивающее белье и так далее. Если вам оно нужно, пожалуйста, носите. Я вам это делать не запрещаю. Но мне таких советов не пишите. Какое на лето утягивающее белье. И так потом исходишь, как говорится, пока на автобусную остановку дойдешь. Да, рукав тоже неплохой. Вот мне нравится такой рукав, который до локтя. Как это три четверти. Но вот в этом месте, посмотрите, мне будет руку не поднять. Нет, конечно, платье маловато. И если оно еще подсядет на 3%, будет как это самое, знаете, тесен-тесен, велик-велик. Но декольте тоже непонятное. Вот все-таки это место слишком открытое получается. То есть бантик нужно затягивать потуже. У меня нет никакого причесона, хвост на голове и обыкновенный блеск. Да, конечно, сейчас вот такая жара. Никакого макияжа особо делать не хочется. Да, вот такая погода у нас. Ну и посмотрите, точно такое же я нашла вот в таком небесно-голубом. И мое удивление, оно было дороже. То есть вот видно из-за материала. Это стоило 69,95 и размер 48. Это у меня размер тоже 48, 59,95. Вот на 10 евро разница. Но фасон один к одному, три волана. Платье санаторное. Платье парашют его еще называют. То есть у одного платья есть много имен. Но многие называют его платье санаторным. Ну вот этот фонарик, рукав неплохой. Конечно, платье неплохое, неплохое. Я вот не знаю, как встать, потому что сверху светит эта лампа. И кажется, что у меня лоб прям блестит. Но вот посмотрите, это платье село лучше. Вот в этом месте нет такой эффекта, что прям я как эта надутая барбара. Нет, вот в этом месте лучше. Ну и здесь вот такая резинка тоже вставлена. Если садишься, не то что прямо действительно не вздохнуть, не выдохнуть. В этом платье я окажусь себе даже как-то стройнее. Черное, черное уж было бы больно впритык. И руку я могу здесь поднять. Вот казалось бы, один фасон, один пошив. На 10 евро цена разница. И это платье сидит лучше. Ну, не смотрю я на себя и радуюсь. Думаю, ну вот просто королевишно умереть не встать. Нет, платье останется в магазине. И выворачиваю всегда на левую сторону. Я про это говорю много раз. Претензий к пошиву нет. Вот хоть говорят, что да, вот все время это Индия, Пакистан и так далее. Ну, посмотрите, как пошито. Ниточка синенькая. Все, вот ниточек не висит. То есть все очень миленькое. Да, иногда бывает прямо выворачиваешь и дурно, что шили, пошили, пришили, опять пошили. Но тут выворачиваешь, и прямо у меня душа радуется. Вот эту кофточку я взяла с Веро Мода Курви. Я хотела бы попримерить что-то вот из этого отдела. И полное разочарование. Просто, ну, нечего примерить. То есть просто по нулям. Да, Веро Мода Большой отдел и Веро Мода Курви. Вот буквально два стантика. Ну, взяла вот эту белую кофту. И посмотрите, приглашают на последний этаж выпить и закусить. Да, конечно, когда люди в примерочной, у них уже глаза на лоб. И они вот смотрят на эту рекламу и думают, ой, поду хоть кофе попью с какой-то плюшкой до холодного лимонада. Кофта не моя. Я не чувствую в ней себя королевишней. Хотя на загар светлая всегда здоровска. Мне кажется, здесь неправильный для меня воротник. То есть, как вот я черепаха из черепашьего панцира, выглядывает моя шея и голова. И эта кофта называется распашонка, по-моему, вот этот стиль. То есть, когда сборка вот на грудях, у меня и так грудь большая. Кажется, что я вот как будто беременная Люся, да, в этой кофте. То есть, не кажусь я себе королевишной. Нет, кофта, конечно, не моя. Хотя вот такая белая кофточка на загар с синими лекингсами, мне кажется, очень хорошо. Ну и праздничное платье я тоже взяла. Там было два цвета. Одна была вот такая старая роза. И вторая была синяя. 52 размер взяла. Самый большой, думаю, ну точно налезет. Платье бюджетное 39,99. Вот здесь у нас канадские доллары, американские доллары, норвежские кроны и так далее. Ну и когда я смотрю материал, ну вот как можно летом в таком платье пойти на праздник? 100% плестер. Подкладка, да я просто буду стоять, и у меня будет капать пот. И посмотрите, какое все-таки это платье большое. Вот почему я говорю, что, ну как можно заказать с интернет-магазина? Все-таки должна быть примерка. И платье настолько велико мне сверху. Вы посмотрите, здесь еще поместится, ну я не знаю, кормящая мать. Да, конечно, если вот единственное это место загнуть под поясок, нет, конечно, платье большевато, но в рукавах вот вроде ничего. Такой шифон рукав до локтя. Да, платье хорошей длины, но полиэстер, подкладка 100%. Конечно, если еще вот так стоять, эта подкладка может сделать, да, и засосется она между вот ног. Такой вариант у меня был один раз. Я видела, как женщина стояла и держала подол, держала подол, чтобы сфотографироваться. Это, конечно, я вспоминаю в ужасе. Вот так вот зайдешь, наэлектролизованное это платье засосет и будешь стоять просто как, ну, обидно, обидно. Ну, и я вышла вот к этому стенде, посмотреть, какие праздничные платья повешены здесь. Да, сейчас вывешили все праздничные платья, потому что люди покупают на выпускной. Ну, и много, конечно, размеров уже нету, это все понятно. И вот это такое зеленое я бы с удовольствием примерила. Но, к сожалению, 44 размер самый большой. Нет, конечно, оно мне не налезет. И хоть я к зеленому отношусь, но насколько равнодушно, но вот этот зеленый мне понравился фасон. Да, фасончик неплохой. И вот эти пуговки еще в тон в тон. То есть шитье вот платье, как хотела я. Ну, конечно, 44 не налезет мне. И я говорю своему, посмотри, какое платье, как ночнушка какая-то. Да, вот иногда смотришь и диву даешься. Ну, и мой всегда ждет, куда можно присесть. Здесь у нас кестово-моди. Мы поднялись на последний этаж. И здесь вот такой мужской паркинг, куда мужчину можно посадить, пока вы шопитесь. Ну, и Маримеко празднует 60 лет вот этого принта. Уникко. И, конечно, большие скидки. 20% я считаю, что это хорошая скидка. И я смотрю, народ покупает, упаковывает, чтобы подарить наверняка на какой-то выпускной. Вот этот грансик из искусственных цветов 59 евро. Все помнят, как я обожаю искусственные цветы. Но вот этот маленький букетик 4,90, мне кажется, очень миленькие эти цветочки. Вот на какой-то кофейный стол поставить. Почему бы нет? Много-много. Вот на последнем этаже я всегда обхожу, показываю, что здесь есть. И здесь есть пентик большой отдел. И здесь есть еще маленькие скидочки. То есть я вот, например, купила такую наволочку из сети маркета буквально. Ну, так дешево, так дешево. И сейчас смотрю, что здесь продается за нормальную цену. Да, конечно, пентик всегда дорого. Ну, и керамика, которая выпускается в Финляндии, поэтому цены вот такие, 23,90. Одна тарелка, а вот эта мисочка 27 евро. Я кеюшке смеюсь, кеюшка. Я говорю, если мы купим с тобой таких мисок, 6 штук уже в миску положить нам будет не на что. Ну, посмеялись и пошли, как говорится, дальше. Ну, и в прошлый раз, когда я показываю фужеры, многие сказали, да, Оля, очень тяжело купить. Одни тяжелые, вторые в плохой форме. Ну, и я считаю, что, конечно, одному нравится одно, второму нравится другое. Мне не нравятся вот эти фужеры, которые сейчас покупают все под шампанское, дюльбаном. Ну, и, конечно, стаканы тоже такая, знаете, как говорится, засада. Может быть, очень красивые стаканы, но в руку просто не поднять. И здесь у нас 4 штуки, 39,95. Ну, и для тех, кто не понимает, вот нарисовано белое вино, красное вино и так далее, и так далее. То есть, приблизительно знаете, для чего вы покупаете. Ну, и сейчас всем рекомендуют вот такую бутылку, чтобы пить воду из-под крана, то есть, не покупая бутылированную воду. Ну, и сейчас все покупают вот эти шапочки, 59 евро. Она стоит в Сокосе. И фирма Фредриксон, которая выпускает эти шапки, конечно. Да, школьники сейчас покупают, и наверняка после, как говорится, этих праздников эти шапочки будут с большой распродажей. Ну, и мой пупсик, конечно, всегда что-то примеряет и показывает вам, вот вам привет, как говорится из Финляндии. Я говорю, у тебя есть такая же шляпа, только другого цвета. Ну, молодец, ему тоже все время что-то хочется примерить. Но эта кепка непонятная размеру. Я говорю, кепка ужасная, сними быстрее. Она тебе мала. Да, конечно, все нужно примерять. Вот, действительно, тусую с пупсиком. Всегда он меня веселит. Ну, и народу все-таки есть. Да, 20% скидки делают свое дело. Все хотят потратить денюжки вот так, с пользой для дела. Подписывайтесь, не хворайтесь. Вам была Оля, и Гею из Тампы, из Финляндии, из магазина Сокос. Вот такие скидки, минус 20%. Не хворайте. Всем фисколь привет. Субтитры сделал DimaTorzok